Добрый день, дорогие друзья! И таким образом, Моргенштерн вчера повторил рекорд Яны Аханина, у которого уже такое было в его лучшие годы. Он одерживал 6 побед подряд. Ну и, естественно, сегодня все в ожидании, сможет ли Томас Моргенштерн этот рекорд превзойти и стать личным, единственным рекордсменом и иметь 7 побед подряд. Но следует также отметить, что вчерашний старт получился впервые, пожалуй, в этом сезоне, но за исключением этапов Кусама, когда была серьезная борьба. Так вот, вчера получился такой старт, где не было полного доминирования Томаса Моргенштерна. После первого раунда он был третьим. И только лишь, пожалуй, ошибки. И ошибку, которую допустил Андрес Кофлер, вот эта ошибка позволила Моргенштерну выиграть, потому что 4 балла было преимущество у Кофлера перед Моргенштерном после первого прыжка. Но в итоге Кофлер неудачно совершил прыжок. Ну, как неудачно? Он в итоге завоевал, конечно, второе место на этапе, но упустил лидерство. Снова мы видим технические характеристики трамплина. Трамплин чуть больше, чем обычный 120-метровый. Линия Капоинт здесь расположена на отметке 125 метров, хотя Хилл Сайс его составляет вполне стандартную величину – 137 метров. Ну, и по традиции за один метр начисляется 1,8 балла. Прошла с утра квалификация, мы ее не видели. Вы могли наблюдать квалификацию в пятницу к субботнему этапу, а к этому этапу квалификации мы не видели. И расскажу вкратце, как она прошла и кто ее выиграл. Итак, в 11.30 по московскому времени с утра в Энгельберге прошла квалификация, и мы видим уже на экранах наших старт-лист по итогам этой квалификации. Ну, и сразу скажу, что Дмитрий Патов снова не прошел, причем на этот раз он был достаточно близко к результату, к проходному баллу. Он занял 44-е место, и вот не хватило ему 4-х мест. А если в пересчете на баллы, не хватило ему 3,1 балла, чтобы пройти квалификацию. Вот неудачно-неудачно стартовал Дмитрий Патов в этом сезоне, и до сих пор продолжается у него вот этот спад. Ну, и трое остальных наших соотечественников, Павел Карелин, Дмитрий Васильев и Денис Корнилов, они все втроем квалификацию прошли, будут стартовать. И вы их можете уже видели здесь, на нашем графике. И Павел Карелин будет под 23-м номером стартовать, под 25-м будет стартовать Денис Корнилов. Ну, и Дмитрий Васильев под 8-м, очень ранний стартовый номер для него. Ну, и это обусловлено тем, что много этапов он пропустил в этом сезоне. Мы видим прыжок Андреаса и Кютеля. Это повтор, и он снова... повтор утренней квалификации, и Кютель снова выиграл квалификацию. Вот уже второй раз подряд здесь, в Эмгельберге, Кютель становится лучшим среди непреквалифицированных. Но, кстати, общий уровень результатов был в квалификации достаточно низок. Кютель выиграл с прыжком, дальность которого составила 123 метров всего. То есть он даже не долетел 2 метров до линии Капой. Ну, и вы представляете, это победитель квалификации. Среди преквалифицированных из десятки сильнейших лучший результат показал Грего Шлиренсауэр с прыжком на 129 метров. Томас Моргенштерн на 128 метров улетел. И Адам Малыш третий результат, 125 с половиной. Ну, а все остальные, семеро, они не долетели до отметки 123 метра, до которой долетел победитель квалификации Андреас Кютель. Стартовые ворота были 14-е на квалификации. И вот, похоже, сделали определенные выводы. Организаторы поняли, что с 14-х ворот мы не сможем понаблюдать за 130-метровыми прыжками. И чуть-чуть приподняли, чуть увеличили гору разгона. Сейчас первая попытка. И стартовать будут спортсмены с 16-х ворот. Митя Мезнар открывает эти соревнования. Представитель Словении. Молодая Порсли. Ему всего 20. Даже нет, еще 20 лет. 19 ему лет. И первый прыжок в Ангельберге. 109 метров показывает результат Митя Мезнар. Ну и, конечно, не долетев даже до 110 метров, вряд ли ему представится какая-либо возможность пройти во вторую попытку. У него еще пока нет очков в зачете Кубка мира. Ну и вот 11 человек будет сейчас стартовать, у которых нет очков в зачете Кубка мира. Вилли Ларинто. Вот тоже следует отметить, так как квалификация проходила с утра в этот же день, но мы как бы привыкли, что после квалификации распределяются новые номера всем спортсменам. Но так как квалификация буквально закончилась за полчаса до старта официальных соревнований, естественно, все спортсмены выступают под теми номерами, с которыми они выходили на квалификацию. И, соответственно, первый стартовый номер был у Митя Мезнара, и второй стартующий, Вилли Ларинто, уже имеет четвертый номер на своем Бибе. Следом за ним Ян Матор из сборной Чехии. Вот снова он прошел квалификацию, спортсмен опытный, 80-го года рождения, и это уже его шестой сезон в Кубке мира. В принципе, добивался он неплохих успехов, и попадал в десятку сильнейших даже, но в итоге пока совсем нестабильно выступает Матора, то есть он не всегда даже попадает, не проходит, не всегда проходит квалификацию. Что же говорить о попадании в очки. Но вот сейчас вполне приличный прыжок совершает Ян Матора. У Мити Мезнара был прыжок на 109 метров, это неудачный был прыжок, и у Вилли Ларинто на 113, ну и Ян Матора пока самый далекий, самый лучший прыжок исполняет. И в принципе, если смотреть на общий уровень квалификации, хотя на две ступеньки ниже стартовали спортсмены, есть все шансы для Матора попасть в тридцатку сильнейших. Йонг Яг Чой, представитель сборной Кореи. Вчера была очень интересная, необычная картина, когда сразу целых три южнокорейских спортсмена стартовали в первой попытке, и все они трое прошли квалификацию, попали в 40 сильнейших. Вот сейчас у нас более привычная картина на экранах, два корейца, Йонг Яг Чой и Йонг Чуй Чой. Причем второй Чой уже вчера заработал очки, он был 29-м, получил два очка в зачет Кубка мира, и находится сейчас на предпоследнем 52-м месте. Делит он его как раз с Радиком Жапаром. Эрик Симон на наших экранах. Вчера он открывал соревнования, но сейчас он уже получил чуть повыше стартовый номер, но не смог он пройти вчера во вторую попытку, и пока у него ноль стоит в графе набранных очков в зачет Кубка мира, но вот такая необычная у него техника, кстати, разгона, и, я не знаю, может быть, она тоже в какой-то мере влияет на скорость на столе отрыва, в итоге 180,5 метров у Эрика Симона, и, конечно, неудача сборной Германии, это, ну, в принципе, в последнее время, это, конечно, сплошная головная боль, и очень много у нее проблем, и когда лидерами команды являются два человека, недавно оправившихся от травмы, Михаил Ноймайер и Михаил Урман, в общем, это говорит о общем невысоком уровне, ну, и, конечно, выступление Яна Шмидта, Яна Шмидта, Мартина Шмидта, в континентальном Кубке тоже говорит о том, что Мартин, вроде как набиравший потихонечку форму в начале сезона, и неплохо выглядевший летом на летнем Гран-при, Мартин Шмидт снова испытывает трудности, и его перевели в континентальный Кубок. Антонин Хаек из сборной Чехии, вот для него тоже очень неудачно складывается начало сезона, в прошлом году он, ну, во всяком случае, постоянно попадал в тридцатку сильнейших, и набирал очки вместе с Романом Куделькой, то в этом сезоне Антонин Хаек пока еще не набрал ни одного очка, да, он проходит постоянные квалификации, но, опять же, это не его уровень, не тот уровень, который он показывал в прошлом году. И снова 110 метров у Антонина Хаека, ну и, конечно, никаких шансов практически нет у него уже. Северен Фройн, тоже видели мы этого спортсмена вчера, юниоры сборной Германии, Петер Охвайн вот решил применить уже какие-то такие кардинальные меры, он отодвигает именитого Мартина Шмидта в континентальный Кубок, ну, потому что нет у него результатов хороших, и подключает молодых спортсменов, юниоров, оба, Эрик Симон, 87-го года рождения, Северен Фройн, еще моложе, 88-го года, 20 лет ему еще нету, и вот пытается, пытается как-то подключить уже молодую поросль к сборной Германии Петер Охвайн, но пока у него это не получается, но, с другой стороны, всего лишь второй старт для этих ребят серьезный, и посмотрим, что будет впереди. Камил Штох, первый представитель сборной Польши на наших экранах, и Камил Штох, пожалуй, показывает пока лучший прыжок, напоминаю, на данный момент лидирует Ян Матора с прыжком 115,5 метров, и Камил Штох, 119 метров, хорошая заявка, причем не только на попадание в 30-ку сильнейших, но и, пожалуй, на попадание в 20-ку. Сильнейших, хотя еще достаточно много спортсменов осталось, но прыжок на 119 метров, вот в таких условиях, не очень благоприятных, он хороший, выглядит он очень прилично. Скажу, что внешне не видно каких-то проблем для спортсменов, вроде и снега нету, и температура воздуха нормальная, не очень холодно, но и не тепло, но вы видели только что на графике, что ветер попутный, причем ветер не слабый, 2 метра в секунду, это уже достаточно ощутимо для спортсмена, когда ему дует в спину ветер 2 метра в секунду, то прибивает он, конечно же, спортсмена к земле, и вот таких супер-дальностей вряд ли можно увидеть. Самини Еми тем временем представитель сборной Финляндии на 112,5 метров улетает, и это третий результат. Также вот непривычно, 9 спортсменов отпрыгало, и 112,5 метров становится третьим результатом, он опережает своего товарища по команде, или Ларингтона. Еще один поляк Мацей Кот, но это совсем молодой прыгун, 91-го года рождения, вот ему 16 лет, причем вот как раз тот самый возраст, в котором Грегор Шлиренцаур заявил о себе в прошлом году, 112 метров у Мацей Кота, ну и это будет пятый, либо четвертый результат, у поляка. Ну, а Камил Штох, конечно же, с прыжком на 119 метров, точно уже практически, ну, очень велики, там с вероятностью 99% попадает во вторую, проходит во вторую попытку, и мы его с вами увидим уже чуть позже. Александр Лазарович из сборной Украины, вчера мы его не видели, не прошел квалификации, и вот сейчас он имеет шанс побороться за очки, но надо совершить первый хороший прыжок, что у Александра не получается. К сожалению, там в район 110 метров приземляется Александр Лазарович, ну и это прыжок, конечно, не уровня. 109 метров дальности у Александра, и, да, сокрушенную, качает головой, прекрасно все понимает, что надежды на завоевание первых очков в зачет Кубка мира у него практически растаяли. Ну и вот первый, уже первый спортсмен, который имеет очки в зачете Кубка мира. Всего лишь одно очко, но оно уже есть на счету у Винсана Декомас, и его первый прыжок. Вчера лучшим среди французов был Давид Лацарони. Очень хороший результат он для себя показал, но разочаровал именно Эль Шидаль, который в Виллахе на предпоследнем старте очень хорошо выступил, занял 10-е место, вообще попал в десятку сильнейших для французов. Это, конечно, очень здорово. Ну а вот вчера отметился Давид Лацарони хорошим результатом и Эль Шидаль, кстати, вот после своего попадания в десятку он не попал в тридцатку сильнейших. Ну и теперь Винсан Декомас прыжком на 105 метров вряд ли, конечно, на что-то может рассчитывать. Второй представитель Южной Кореи Йонг Чуйчой. Вчера он попал в очки, в 29-м был и, конечно, вот на такой волне может тоже попытаться и сегодня взять какие-то очки. Ну и вот такой прыжок дарит ему надежду. 115,5 метров у Йонг Чуйчоя и сейчас подождем оценок. Та же дальность была у Яна Матара, у него 93,9 балла. У Йонг Чуйчоя может быть чуть-чуть получше. Хотя нет, оценки в 17, 17,5 баллов. Получается, да, получается, что он те же баллы получаются, что и Ян Матара и вот они, корейцы и Ян Матара делят второе место. Радик Жапаров на наших экранах тоже два очка у него есть в этом сезоне в зачете Кубка мира. Ну и непривычно Радик Жапаров не является лидером сборной Казахстана, а лидером сборной Казахстана является Николай Карпенко, причем он уже заработал на свой счет 18 очков намного лучше, увереннее и стабильнее Радика Жапарова выступает Николай Карпенко, ну и скоро с вами мы его увидим. Это прыжок Радика Жапарова не очень далекий, 113,5 метров, но позволит он ему сейчас в предварительную пятерку сильнейших попасть. Напоминаю, лидирует Камил Штох с прыжком 119 метров, ну и я думаю еще достаточно долго будет держаться этот прыжок, ну может быть не в лидерах, будет оставаться Ян Матера Камил Штох, но во всяком случае в первой тройке он еще продержится достаточно долго. Четвертый результат у Радика Жапарова 88,8 балла, ну и есть определенные надежды. Вели Матти Линстрюм постоянно стартует, вот начиная с прошлого года Вели Матти Линстрюм в Кубке Мира, но совсем он далек от той формы, которую показывал 3-4 года назад. Вот сейчас Линстрюм к 120 метрам улетает, скорость у него была, кстати, одна из самых лучших, 93,7 километров в час, и вот 120 метров. Первый 120-метровый прыжок, 5 метров не долетел до расчетной точки трамплина к эквиваляционной линии, но это самый далекий прыжок. Томми Никинг, кстати, не выразил какую-то определенную большую радость вот этим прыжком Вели Матти Линстрюма и обуславливается тем, что все-таки до сих пор ожидает, ожидает от Линстрюма главный тренер сборной Финляндии все-таки улучшение результатов. Юрий Тепиш из сборной Словении. Тоже молодой представитель 89-го года, представитель сборной Словении. И вот этот прыжок, ну, достаточно средний, 114,5 метров, и причем скорость у него была чуть более 94 километров в час на столе отрыва, вот так вот на полкилометра в час медленнее разогнался, ну, а улетел на 5,5 метров ближе, чем ранее до него Вели Матти Линстрюм. Пятый результат у Юрия Тепиша, но есть шансы на попадание в тридцатых сильнейших, и вот в зачете Кубка Мира у Юрия Тепиша на 1 очко больше, чем у Линстрюма, у него 7 баллов. Себастьян Каларе, да, представитель сборной Италии. Под началом Роберто Чеконова выступает сейчас в итальянские прыгуны, ну и Роберто Чеконо это последний известный именитый итальянец, у которого были и пьедесталы в Кубке Мира, и Себастьян Каларе, да, хороший прыжок совершает, и не просто хороший, 123 метра дальность полета у Каларе, ну и это вот с таким результатом сегодня утром победил в квалификации Андреа Кютель, определенно очень такая серьезная заявка в лице Себастьяна Каларе, заявка на приличное место уже в итоговом протоколе Роберто Чекон, но вот опять же тоже не совсем доволен, что, ну скорее всего понятно, что лучше, лучше мог прыгнуть Себастьян Каларе, Каларе, находится он сейчас в хорошей форме, и пожалуй 2-3 метра мог даже добавить Себастьян Каларе в этом своем прыжке, если бы несколько поактивнее отработал на столе отрыва и Георг Шпетт следом за ним, Георг Шпетт, который прекрасно кстати выглядел летом на гран-при, но пока ничего хорошего не может показать зимой, уже в основном Кубке мира, правда, 123 с половиной метра прыжок у Георга Шпета, на полметра дальше, чем у Себастьяна Каларе, но опять же Георг Шпетт является представителем элитного в принципе дивизиона и попадание в двадцатку сильнейших для Георга Шпета не является каким-то определенным знаковым большим успехом, были в его карьере и подиумы, три третьих места, одно второе, побед правда не было, но вот в этом году лучшим результатом Георга Шпета был 22-й результат, 22-е место в Транхемии на втором старте в этом сезоне. Гедоландер, Гедоландер, кстати, в этом сезоне выглядит намного лучше себя самого прошлогоднего, он уже заработал 17 очков в зачет Кубка Мира, ну и гораздо чаще попадает он в тридцатку сильнейших, чем в прошлом году, правда, вот 116 метров в исполнении Гедоландера в первой попытке вряд ли позволит ему набрать какие-то хорошие очки, скорее всего, попадет он в тридцатку сильнейших, три раза он уже попадал в тридцатку в этом сезоне, в двадцать четвертом было и два раза в двадцать пятом. Сейчас пятый результат у Гедоландера, ну и он был в девятнадцатом, то есть нам осталось посмотреть еще 30 прыжков, ну и есть шансы у Гедоландера попасть в тридцатку сильнейших снова. В прошлом сезоне у Гедоландера было всего два результативных старта, а в этом уже целых три. Николай Карпенко лидер сборной Казахстана. За 115 метров улетает Николай Карпенко, 116 с половиной и тоже есть шансы на попадание снова в тридцатку сильнейших. Карпенко в этом сезоне выглядит очень прилично, два двадцать четвертых вместо одно двадцать восьмое и причем вот в в Ингельберге он вчера здесь 24 место занял, то есть достаточно стабильно идет, да, показывает он результаты только лишь в тридцатке, в третьем десятке, но у Карпенко появилась стабильность. Сигурд Петерсон на наших экранах, ветеран сборной Норвегии 26-летний прыгун победитель турне четырех трамплинов правда это уже было относительно давно и Сигурд Петерсон тоже не блещет конечно результатами 119,5 метров уже второй год, третий даже год Сигурд Петерсон не показывает того, на что он реально был способен еще не так давно 119,5 метров этот прыжок позволит ему пройти в тридцатку сильнейших но не более того четвертый результат у Сигурда Петерсона ну и будет он уже бороться за очки во второй попытке Примаш Петерко тем временем уже выходит на старт 20 очков он уже заработал в этом году три раза он попадал в очки но и опять же в двадцатке сильнейших его еще в этом году не было и пожалуй здесь в Энгельберге он тоже попадет в очки и получит какие-то баллы 117,5 метров его прыжок но снова рассчитывать на попадание в двадцатку сильнейших Примашу Петерке не приходится последнее его в принципе удачное выступление было в 2006 году в Гарахове он тогда на большом полетном трамплине шестое место занял ну и 11 место в прошлом сезоне у него было в Каусам и 17 в Лилихамере вот это были его попадания в двадцатку сильнейших после этого его там не было так что Примаш Петерко в общем находится не в форме ну и 20 уже восьмилетний спортсмены сборной Словении уже достаточно давно не претендует на самые высокие места Рор Лёкельсой признанный полетчик чемпион мира по полетам с трамплина неоднократно победитель на этапах Кубка мира Рор Лёкельсой находится не в кондиции что называется в этом сезоне вот так вот если посмотреть окинуть взглядом его карьеру у Рор Лёкельсой 11 побед на этапах Кубка мира 15 вторых вместо 6 третьих и в этом году Рор Лёкельсой находится не в форме 9 результат и под вопросом его попадания в тридцатку сильнейших Штефан Хокке и еще один представитель сборной Германии который когда-то давно засветился и даже одна победа у него была причем победа это была в сезоне 2002-2003 как раз здесь в Ангельберге и тогда Стефану Хокке было всего лишь 16 лет но к сожалению вот тот сезон был его лучшим ну и последним лучшим сезоном больше Штефан Хокке на такие высоты не забирался и вот эта вот звезда которая взошла звезда Штефана Хокке взошедшая в 2002 году очень быстро потухла и сейчас вынуждены мы констатировать что Штефан Хокке является таким середнячком представителем среднего звена и 16 результат у Хокке вообще может не позволить ему пройти пройти в 30 сильнейших здесь на этом старте Михаэль Урман Михаэль Урман только лишь в сентябре совершил свой первый прыжок после перелома ноги и вот мы видим что уже достаточно быстро он восстановился и достаточно быстро самое главное вошел в форму Михаэль Урман показывает очень хороший прыжок за 120 метров совершенно точно 123 метра может быть он проиграет Георгу Шпету немного но войдет в тройку сильнейших напомню 123 метра у Себастьяна Колоредо 123 с половиной у Георгия Шпета и вот Михаэль Урман тоже на 123 метра улетает сейчас видели мы крутым планом какие как широко раскрыл глаза вот такое ощущение что он очень-очень боится этого полета но я думаю ничего подобного нету и сам Урман заявлял о том что даже несмотря на его вот эту травму и несмотря на перелом ноги Михаэль Урман сказал что хочет хочет прыгать будет продолжать свои выступления несмотря ни на что и вот страха прыжков у него нету тем временем Мартин Чикль автор сенсации вчерашней но всего лишь сенсации на один прыжок после первого раунда он был девятым но во втором прыжке все испортил и откатился в конец второго десятка на этот раз тоже 120 с половиной метров у Мартина Чикля неплохой прыжок и попадание в пятерку сильнейших предварительную у чешского спортсмена есть ну опять же мы еще будем ожидать Романа Кудельку который сейчас является лучшим из чешских спортсменов ну а пока мы ждем Романа Кудельку мы смотрим за прыжком Дмитрия Васильева Дмитрий Васильев пропустил три старта в этом сезоне два в Транхемии даже не три а четыре два в Транхемии и два в Вилахе ну вот вернулся после несерьезной к счастью травмы Дмитрий Васильев вчера попал в очки в третьем десятке он расположился ну и ожидаем что покажет Дмитрий Васильев сегодня близко к 120 но не дотянул и к сожалению похоже Дмитрий Васильев снова будет бороться за места в третьем десятке 119 метров у Димы и это да это пока будет шестое может быть седьмое место у Дмитрия Васильева но еще 20 спортсменов нам предстоит посмотреть и много-много человек опередит Дмитрий Васильев восьмой результат 119 метров у Дмитрия Васильева вот традиционно невысокие оценки получает Дмитрий вот на 119 метров был прыжок у Камела Штоха на 119,5 у Сигурда Петерсена и им обоим Дмитрий Васильев проиграл вот и проиграл только за счет низких оценок все-таки техника приземления у Дмитрия оставляет желать лучшего до сих пор 122 метра показывает Мануэль Феттнер молодой австриец вчера он стартовал в этом Кубке мира первый его был старт и уже очень неплохое место он занял он заработал 32 очка сейчас располагается на 26 месте в общем зачете вчера попал в десятку сильнейших был восьмым вот такой вот очень удачный старт Феттнера в этом сезоне довольный Александр Пойнтнер сейчас 122 метра у Феттнера и четвертый результат оценки кстати были не самые высокие были поставлены на Ли Феттнеру дает Лоцарони 25-й он в общем зачете Кубка мира вчера он был очень близок к десятке сильнейших был 11-м вот так вот французы кстати выступают очень неплохо Шидаль на предпоследнем старте 10-й Лоцарони 11-й и сейчас 121 метр прыжок и попадание возможно и в пятерку сильнейших предварительную у Давида Лоцарони он сейчас находится в приличном форме видно что этот трамплин Лоцарони любит и будем надеяться что покажет француз результат сопоставимый с его вчерашним 121 метр и 5-й результат пока в пятерку сильнейших предварительную француз попадает Павел Карелин молодой россиянин 17-летний ровесник Грегор Шлиренсаура ну конечно уровень развития прыжков в Австрии и в России не сопоставим но Павел Карелин очень хорошо проявил себя летом и неплохо стартовал зимой сейчас он ну очень похоже да 119 метров тоже что и Дмитрий Васильев показывает Павел Карелин сейчас ему выставляют оценки 17-17 с половиной баллов получает оценки Павел Карелин ну и это будет это будет приблизительно столько же сколько и у Дмитрия Васильева 9-й результат 100,7 балла нет опережает он Васильева и показывает тот же результат что и Камил Штох 9-е место они пока делят с поляком ну и вот даже здесь молодой Павел Карелин 17-летний опережает Дмитрия Васильева гораздо более опытного и казалось бы должен в технике Дмитрий Васильев выглядеть получше но в итоге полбала проиграл он Павлу Карелину вот таким образом пока выглядит у нас 30-ка ну и осталось посмотреть 20 прыжков и следующим будет стартовать Андерс Якобсен да и следует констатировать снова неудачу и Антонина Хайка который не попадет в очки ну и достаточно много известных спортсменов не попадут в 30-ку сильнейших и пока кстати Дмитрий Васильев теоретически не попадает в 30-ку сильнейших он сейчас 11-й и если все 20 спортсменов прыгнут лучше Дмитрия Васильева 20 оставшихся спортсменов то Дмитрий может не попасть в 30-ку сильнейших хотя это конечно вряд ли но формально технически пока Дмитрий Васильев не квалифицирован во второй раунд ну а мы ожидаем пока старта Андерса Якобсена Якобсен кстати пропустил в этом сезоне столько же стартов сколько и Дмитрий Васильев два раза два старта в Транхейме и два в Вилахе Андерс Якобсен не Андерс Якобсен пропустил причем одновременно получается получили они вот травмы оба упали на тренировках в Транхейме и Дмитрий Васильев и Якобсен и вот пришлось им 4 этапа Кубка Мира пропустить ну а Якобсен вчера кстати не смог попасть в очки к огромному сожалению и сейчас посмотрим на что способен норвежец ну в этот раз он в очки точно попадет наконец и заработает он пополнит свой баланс и 122 с половиной метра у Якобсена и таким образом он в десятки сильнейших попадает и даже не только в десятку но и в предварительную пятерку сильнейших Андерс попал ну и потихонечку восстанавливает он свою форму вчера была совсем неудача но сейчас конечно не то что не сопоставимо это с амбициями вице обладателя Кубка Мира прошлого года но потихоньку Андерс Якобсен восстанавливается была у него травма и в конце прошлого сезона и во многом кстати из-за нее Якобсен упустил свое лидерство ну и долго восстанавливался и вообще думал он даже о завершении карьеры потому что сильно-сильно беспокоила его эта травма и мало того что вроде как уже и вылечился он но в Транхемину тренировке снова упал и вот пропустил 4 старта Артур Паули тем временем молодой австриец прыгает неудачно и вот этот прыжок Артура Паули открывает дорогу Дмитрию Васильеву во второй раунд и сейчас Паули проигрывает Васильеву 14 у него результат и под вопросом кстати его выступления во второй попытке Мартин Кох на наших экранах неудачник вчерашний постарается реабилитироваться сегодня 94 километра в час у Мартина Коха и прыжок в район 120 метров проходит он в 30 сильнейших и будет бороться за очки Мартин Коха в этом сезоне в принципе выступает не очень удачно причем он идет так постепенно все хуже и хуже 7-м был в Каусам и 19-м в Транхеме и 27-м вчера в Энгельберге все получается с каждым стартом все хуже и хуже а так получается три раза он попадал в очки и 6 стартов получается что половина из этих стартов Мартин Кох не мог даже попасть тридцатку сильнейших сейчас пятый пока результат 122 с половиной метра у Мартина Коха и Эммануэль Шидаль автор сенсации в Вилохе 10-е место у него было и вот во многом благодаря этому 10-му месту Эммануэль Шидаль сейчас находится на 19-м месте в общем зачете Кубка Мира и имеет 64 очка вчера Эммануэль Шидаль выступил неудачно и похоже сегодня да сегодня соответственно ничего подобного тому что было в Вилохе Шидаль показать не сможет 113 с половиной метров и Шидаль не попадает снова в тридцатку сильнейших так же как и вчера здесь же в Энгельберге недоволен недоволен Эммануэль Шидаль и кстати когда мы смотрели в замедленном повторе его прыжок и уже в полете он так качал головой словно понимал что все уже прыжок у него не удается и внимание на экран последний из россиян третий Денис Корнилов на наших экранах плохо стартовал он в Каусама у него ничего не удалось но постепенно Денис Корнилов возвращает свою форму правда не сегодня и кстати Денис Корнилов может не попасть в трясатку сильнейших сегодня и да 115,5 метров вряд ли вряд ли позволит ему пройти во вторую попытку ну и скорее всего будем мы смотреть только за двумя российскими прыгунами во втором раунде за Павлом Карелиным и за Дмитрием Васильевым ну и мало того что прыжок недалекий у Корнилова получился да и приземление неудачное 17 баллов и 18 всего лишь результат пятнадцатый в общем зачете Кубка мира Андерс Бардель на наших экранах и сразу заставил заявить о себе этот норвежец первые его два сезона были не совсем удачны но дальше уже пошли кое-какие успехи и вот его прошлогоднее выступление как раз было очень хорошим у него был в Осло и подиум третье место и четвертое место два шестых в планице то есть Андерс Бардель вот в полной мере раскрылся уже вот к своему двадцать четвертому дню рождения так что Бардель как раз является представителем тех прыгунов которые раскрываются не сразу например как Грегор Шлиренсаур а по истечении какого-то срока вот набрался Бардель опыта и уже начал показывать определенные хорошие результаты правда сегодня у него вряд ли что получится прыжок на 113 с половиной метров Бардель вряд ли позволит стартовать во втором раунде Мати Хаут Аммиаки тем временем выходит на старт и снова и снова блестящая техника у Мати и никакой дальности нету мощности прыжка у Мати Хаут Аммиаки вчера была неудача у него и не попал в очки ну и похоже сегодня то же самое с ним произойти вот хорошо он стартовал пятым был в Кулсамо и говорил все о том что Мати будет в этом сезоне рассчитывать на определенные успехи и показывать высокие места но ничего у него не получилось пока не получается пятый в Кулсамо десятый в Транхемии и во втором уже старте в Транхемии четырнадцатый после этого попадания в очков в очки у Мати Хаут Аммиаки не было это Синиби победителя квалификации Андреаса Кютеля Андреас Кютель первый похоже первый кто преодолевает отметку в сто двадцать пять метров очень похоже на то что к линии Капоинт он улетел да сто двадцать пять с половиной метров и Кютель становится лидером наших соревнований сейчас он находится на тринадцатом месте в общем зачете и конечно нужно и нужно ему возвращаться в десятку сильнейших спортсмен такого уровня который вынужден проходить квалификацию это конечно ну это не порядок что называется и Кютель вот снова и снова пытается прорваться в эту десятку сильнейших и все шансы у него были в Вилахе он лидировал делил лидерство Вилахе вместе с Томасом Моргенштерном после первой попытки но второй прыжок он провалил прыгнул плохо но мало того что плохо еще плюс ко всему упал после приземления и опустился он в конец второго десятка Михаил Ноймайер Михаил Ноймайер который и вчера прекрасно выглядел сегодня сегодня выглядит похуже проигрывает он Андрею Секютелю и похоже не только ему 122 с половиной метра проиграет он похоже и Михаиле Урманову и Себастьяну Каларето ну и Георгу Шпэту кстати тоже получается у нас что лидирует Андрея Секютель второй Георг Шпэт до сих пор третье место делят Михаил Юрман и Себастьян Каларето ну и вот туда же в район 122 с половиной метров улетает Михаил Ноймайер вот так вот получается что представители сборной Германии ну главные лица находятся рядышком правда у Ноймайера оценки подвели его 17-17 с половиной даже некоторые судьи поставили 16 баллов таким образом восьмой Михаил Урман и опережает он Давиду Лосарони проигрывает Мартину Коху и Мнуэлю Фетнеру Роман Куделько неудачный старт вчера и похоже неудачей сегодня терпит неудачу сегодня Роман Куделько 11-й он в общем зачете очень близко находится к десятке сильнейших но это обусловлено все двумя четвертыми местами Чеха в Виллахе в Австрии вчера же он был 13-й хотя после первой попытки у него ничего не было таких радужных перспектив да вторая хорошая была хорошая вторая сегодня же он в очки не попадет скорее всего Адам Малыш ну и занял в итоге по итогам двух прыжков десятое место сейчас 120 метров у Малыша еще хуже чем сегодня в квалификации но так как ему квалификацию проходить не надо было он оценки за тот прыжок не получил но улетел то он на 125 с половиной метров причем с 14-х ворот сейчас он стартовал с 16-х но всего лишь 120 метров дальность полета и 11-е место ну еще 9 спортсменов 20-ку сильнейших то он попадет но это это мало этого мало для Адама Малыша и взрываются трибуны очень много шума потому что лидер сборной Швейцарии Симон Аман на старте вчера тоже прекрасный первый прыжок неудача во второй попытке и к огромному сожалению падает Симон Аман ведь дальность то получилась неплохая 123 с половиной метра но Симон Аман падает к сожалению падает и оценки будут в районе 10 баллов традиционно если прыжок падает до линии жюри после приземления и сейчас посмотрим какое у него будет место самое главное что с ним все в порядке он не повредил ничего но к огромному сожалению этот старт записываем ему в пассив А ведь итоги у Симона Амана и не попадает в тридцатку сильнейших в тридцатку в тридцатке в тридцатке метров и будет лидер лидер славянской сборной бороться за двадцатку сильнейших только лишь хотя опять же если не совершит он очень хорошую вторую попытку двадцать 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 четырехлетний представитель сборной Словении из Любляны в этом сезоне прекрасно выглядит и летом он уже заявил о себе причем летом у него были пьедесталы почета на гран-при но вот здесь уже зимой только лишь пятое место ему удалось показать правда три раза подряд хорошо стабильно но вот в течение тех стартов Даймен после первого прыжка вообще входил в тройку сильнейших но не мог удержать вот это высокое место Йорн Айна Раморан вчера после первого прыжка был в десятке сильнейших но второй прыжок был неудачный ну и вот приблизительно такой как сейчас но в отличие от вчерашнего старта уже сейчас Раморан у нас 115,5 метров показывает и под вопросом его участия во втором раунде есть конечно возможность там очень много очень плотные результаты и если хорошие оценки получит то сможет он показать 23-24 результат сейчас ожидаем 16,5-17 баллов и 28-й Раморан ну и осталось еще шести спортсменам стартовать но это самая элита нынешнего сезона и похоже Раморан сегодня остается без очков лихорадит вот напряжение всего сезона этого уже Раморана лихорадит хорошее выступление следом провал Андрес Кофлер лидировавший вчера после первой попытки Андрес Кофлер показывает что он-то как раз в хорошей форме находится и несмотря ни на какие погодные условия несмотря на попутный ветер Кофлер улетает на 130 метров вот так вот 125,5 метров было у Андреса Кютеля и сразу вот такой скачок в результате да конечно снизит ему оценки и за приземление и больше 17,5 хотя нет вот смотрю я сейчас уже что судьи Кофлеру выставили 17,5 18 баллов 18 баллов получает Кофлер ну и во многом это обусловлено как раз длиной прыжка и все-таки что бы мы ни говорили что при приземлении конечно снижаются баллы но все-таки это прыжки с трамплина и конечно когда такие дальности показывают спортсмены судьи делают некие поблажки спортсменам Вольган Клоицель еще один австриец еще одна крупная величина этого сезона Лойцель на этот раз сплоховал 122,5 метра у Лойцеля и это будет где-то в концовке где-то в конце десятки сильнейших результат для Вольганга хотя он очень стабилен он очень хорош в этом сезоне и во второй попытке Лойцель может конечно выступить хорошо и вот мы видим например что Лойцель сейчас улетевший на 122,5 метра приземлившийся ну явно совершенно лучше чем Манди Кофлер Лойцель получает практически те же оценки даже чуть-чуть пониже чем его соотечественник ну и все это за счет того что на 7,5 метров ближе улетел дом Хильды Хильды проваливший уикенд в Виллахе вновь вернулся на самые высокие места вчера он снова оказался на пьедестале почета третьим он был но вот сейчас что-то у него не получилось вот пока в этом сезоне третье место это лучшее место Тома Хильды он три раза поднимался на пьедестал почета и все это время он был третьим сейчас за счет вот этих прекрасных своих выступлений Хильды находится на четвертом месте в общем зачете но похоже очень похоже на то что и Лойцель и Андреас Кофлер смогут его обойти да 20 Том Хильды 118 метров ну и в третьем десятке будет он находиться три спортсмена нам еще осталось троих посмотреть с вами ну и в лучшем случае ну и скорее всего Хильда будет 23 после первого прыжка есть шансы есть вторая попытка все исправить ну подобраться к десятке сильнейших у Тома Хильды Янаханин вот вчерашний неудачник второй попытки и на этот раз Янаханин не очень далеко летает ну и едва не теряет равновесие при приземлении 120 с половиной метров наконец-то вроде как нащупал свою форму именитый финский прыгун в Виллахе два пьедестала почета третьим был он и вторым здесь в Ангельберге у него пока ничего не получается после первого прыжка вчера он был в десятке сильнейших причем восьмым ну а мы помним что второй прыжок у него был крайне неудачен сейчас 120 с половиной метров у Янаханина 14 результат и все надежды на хороший второй прыжок ну и осталось нам посмотреть двоих спортсменов двоих лидеров уже традиционно Грегор Шлиренсауэр следом за ним Томас Моргенштерн непобедимый пока Томас Моргенштерн снова вот такая вот техника отталкивания своеобразная у Шлири и вы знаете это конечно ну не то не то на что рассчитывал Шлиренсауэр сегодня в квалификации опять же 129 метров с 14 ворот и 124 с половиной метра с 16 да недоволен Шлиренсауэр понятно что ну Шлиренсауэр с таким прыжком сейчас обойдет Георгыш Пэта будет третьим ну и в худшем случае будет четвертым после первого раунда но это не то на что рассчитывает Грегор и его амбиции естественно намного выше амбиции у него только одна победа и вот для победы этого может не хватить да 124 с половиной метра 18 баллов получает Шлиренсауэр становится третьим но много он будет проигрывать Анди Кофлеру после первого раунда ну и последний прыжок лидера Томаса Моргенштерна ну и кстати Моргенштерн тоже подводит тоже подводит неудачу терпит Томас Моргенштерн в первом прыжке 124 с половиной метра столько же сколько и у Шлиренсауэра ну и по всем по всем параметрам он должен получить оценки хуже чем у Шлири и должен ему проиграть вот сейчас смотрю да 17 с половиной метров баллов в основном показывают ему судей одна оценка у него 18 но она будет отброшена ну и в целом получается что полтора балла будет проигрывать Томас своему младшему товарищу Грегору Шлиренсауэру да четвертый результат 111,6 балла ну и у Анди Кофлера появляется возможность со второй попытки со второго раза со второго дубля наконец одержать победу здесь в Энгельберге вчера он лидировал после первого прыжка но лидерство его составляло всего лишь 3 балла перед Томом Хильдой и 4 перед Томасом Моргенштерном ну а сейчас преимущество в 7 баллов с одной десяткой это уже ощутимо и так Андрес Кофлер первый второй Андрес Кютель третий Шлиренсауэр четвертый Георг Шпетт и у Андреса Кютеля снова все все шансы чтобы зайти на пьедестал почета четвертый Георг Шпетт вот наконец-то сборная Германии хорошо выступила и за них можно за немцев только порадоваться Шпетт четвертый Урман пятый и вот это вот всем поклонникам Михаила Урмана должно быть с бальзамом на сердце потому что после такой травмы Урман восстанавливается Урман пятый и делит он это пятое место кстати с итальянцем Себастьяном Колоредо вот помните насколько был недоволен своим прыжком Колоредо а в итоге он занимает сейчас пятое место и седьмое место делит Вольган Клоиц Лойц Леандерс Якобсен Якобсен также снова имеет возможность вернуться в десятку сильнейших и девятое место делит Мартин Кох Эммануэль Феттнер вот какие результаты плотные получились и вот в десятке сильнейших получается у нас такие пары пятое место делят два спортсмена седьмое и девятое одиннадцатый Михаил Ноймайер тоже достаточно высоко расположился прошу прощения двенадцатый тринадцатый Давид Лацарони четырнадцатый Мартин Чик и Ляда Малыш пятнадцатый Малыш и Ляда Малыш и Ляда Малыш